добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня понедельник 20 декабря 21 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня я хотел бы предложить вам качестве темы для обсуждения грандиозную катастрофу в рядах демократической партии сша и катастрофу лично для джо байдена потому что грандиозный план который был им предложен который был предложен демократической партии сша во время президентской кампании этот план этот пакет называется bbb built back это это пакет который предусматривает различные инвестиции американскую экономику в размере около настоящий момент двух триллионов вначале это были 3 триллиона но потом они умерили как-то свои аппетиты решили что достаточно будет включить станок и напечатать два триллиона долларов для того чтобы перевести американскую экономику на зеленые рельсы поддержать мигрантов сделать выплаты в систему образования систему медицинского страхования там масса социальных аспектов плюс к этому конечно выплаты за сидение дома во время модного недуга и так далее там подобное то есть это грандиозный такой социальный пакет ну не только социальный потому что конечно одним из основных элементов этого пакета является перевод американской экономики на зеленые рельсы и борьба с климатическими изменениями потому что как узнаете джо байден пришел как главнокомандующий американским военным и сказал что самая главная угроза 21 века это климатические изменения и вот на борьбу с этой угрозой отвозились тоже грандиозные следствия и вот воскресенье вчера 19 декабря один сенатор демократ которого зовут джо мальчин пошел никуда никуда-нибудь он пошел на телеканал fox news что как вы понимаете является просто станом врага для демократов то есть я так не считаю я считаю что они наоборот переметнулись во время президентской кампании они не отстаивали интересы республиканцев республиканского электората но тем не менее по современным американским меркам они почти что крамольники он пошел туда на fox news и именно с этой площадке он громогласно объявил о том что он не будет голосовать за этот биль то есть это восстание в рядах демократической партии сша поскольку в сенате каждый голос нарез золото то если он отказывается поддерживать этот биль то это значит он просто не проходит то есть они не могут не как включить печатный станок не получив одобрение сена этот биль уже от прошел палату представителей там узнается царит на из-за пелоси там у демократов большинство и сейчас требовалось поставить штамп проголосовать в сенате и никто иной как классический как они называют консервативный демократ джо манчин сказал что он не может этого сделать по отношению к своим соотечественникам потому что это спровоцирует колоссальную инфляцию потому что это увеличит и без того грандиозный американский долг потому что это не решение экономических проблем соответственно эта иллюзия это я уже говорю что он не хочет чтобы американцы ходили в супермаркет как зимбабве знаете там люди идут в супермаркет и не только просто будь они берут с тобой сумки денег там деньги это просто резная бумага и вот на килограмм также он не хочет чтобы американцы также потом ходили по магазинам килограмм денег и он сказал что он не может это сделать по трем основным причинам он не может поддержать этот день в силу первую очередь провокации инфляции в результате печатания этих двух триллионов долларов второе это увеличение без того грандиозного американского долга и затем а это та нестабильность которая создается которую мы переживаем все из-за санитарных мер и вот этой новомодной хвори то есть эти три основные причины он упомянул как как мотивацию как то что невозможно поддерживать по этим причинам по этим основным причинам его были конечно всякие другие этот пень на самом деле он работал достаточно долго со своими коллегами они сокращали что-то они реструктурировали этот гигантский пакет но в конце концов он пришел к выводу что даже в таком варианте потому что они начали с 3 триллионов то есть это был размах такой вселенский но потом они решили что столько бумаги не хватит но это я уже шучу столько бумаги хватит и они умерили свои аппетиты и сейчас этот пакет это около двух триллионов но тем не менее он категорически отказался это очень уважаемый демократ это очень уважаемый политик и белый дом разразился таким пресс-релизом джен саки сказала что он так резко изменил свою позицию и они говорили с президентом и она подчеркнула что он был у президента металл к нему туда в деловар на завтрак или русский это будет обед наверное на ланч и они говорили и переговоры шли это непонятно почему так резко изменить свою позицию но как вы догадываетесь республиканцы возниковали и уже мич макконн сказал что дверь республиканской партии для джо открыто что джо манчин может в любой момент к ним прийти в стан и многие аналитики сказали что демократы не должны на него сейчас слишком давить они должны вздохнуть выдохнуть и подумать о том как они могут разбить этот биль на разные другие били то есть взять один биль допустим не делать такой всеобъемлющий пакет а разбить это на разные пакеты структурировать и проводить пакет за пакетом а тогда это намного более реально чем вот этот грандиозный один биль а потому что если сейчас они будут давить на своего товарища по партии они будут его позориться они будут возмущаться они будут писать как он не верен своему слову как он почти что их предал то это может привести к очень опасным последствиям потому что они забыли что такие ситуации уже прошлом бывали аналогичные ситуации когда один сенатор которого очень прессовал джордж w младший эта история была 2000 2000 втором году он его представал и в конце концов этот сенатор взял и вышел из партии и стал независимым сенатором и все и они потеряли свое большинство в сенате из-за одного человека потому что его слишком сильно прессовали не он сказал что мое человеческое достоинство я вот так вот я не вижу выхода иного и он обособился поэтому они предупреждают белый дом независимое обозреватели что не надо давить на джо джо манчина не надо давить потому что он может тоже так же как этот сенатор взять и стать независимым а тем более его призывают к себе республиканцы они ухвалят они говорят какой он замечательный человек какой патриот и вот тот сенатор который в 2002 году ушел от республиканцев то есть это бы другую сторону от республиканцев он стал независимым и после этого он подружился так можно сказать с демократами и он голосовал вместе с ними хотя он не стал вступать в партию был нейтральным но так номинально нейтральным но он голосовал и дружил вместе с ними поэтому сейчас ситуация у демократов весьма критическая то есть если они продолжат на него давить вместо того чтобы разбить этот грандиозный биль на разные на разные отдельные били то это может закончиться просто тем что он от них уйдет потому что он уже от них устал он устал им объяснять я предполагаю что это не очень легко ездить на обед к Джо Байдену и пытаться ему что-то объяснить учитывал когнитивные проблемы наверное объяснял его команде я думаю администрации что не надо не надо такого биля не надо носить сумками в булочную доллара но как бы то ни было сейчас ситуация остро критическая потому что это действительно катастрофа потому что они должны были начать раскидывать деньги направо и налево и соответственно вы представляете себе что в ноябре уже голосование а это значит что до конца этого года конечно уже ничего не будет возможно берни сандер сказал что надо поставить все равно этот биль на голосование и пусть он проголосует вместе с республиканцами покроет себя бесславием и позором но дело в том что это не выход из ситуации можно проголосовать вместе с республиканцами но это значит тогда что биль вообще отложится его его утверждение отложится вообще на неизвестный срок то есть лучше начать работать и тут все вспомнили про билла клинтона какой он был трудоспособный какой он был прагматичный и что в такой ситуации он бы не стал оказывать давление на сенатора он бы стал искать выход из этой ситуации сейчас они предлагают независимые эксперты говорят давайте искать выход из этой ситуации и конечно меч макуна говорит выход один это добро пожаловать к нам потому что наконец-то нашелся совестливый честный порядочный умный и конечно очень патриотичный демократ который достоин стать членом республиканской партии это то что я бы хотел сказать надеюсь что вам было это не безинтересно я жду ваших комментариев я благодарю всех кто ставит лайки и особенно те кто не забывает дублировать лайки нехитрыми предложениями спасибо мне было интересно ставлю лайк тогда они исчезают я благодарю всех кто участвует в полемике и я благодарю конечно всех кто сделает донейшн моему каналу на развитие между ваших реакций